В Самарской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Показатели приближаются к цифрам прошлой зимы, когда действовал масштабный комплекс ограничительных мер. Так оценивают текущую эпидемиологическую ситуацию специалисты регионального Роспотребнадзора. Отметим, что данные по Самарской области ниже, чем по стране в целом. За последнюю неделю наибольший рост заболеваемости зафиксирован среди детей до года и молодых людей от 18 до 29 лет. На фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом специалисты заметили и тенденцию роста заболеваемости ОРВИ. Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести дополнительные ограничительные меры. Перевод организаций и учреждений, оказывающих услуги населению на режим работы по предварительной записи, на фудкортах ввести обслуживание только на вынос, приостановить все развлекательные мероприятия в общественных местах, усилить контроль за соблюдением масочного режима. Эти меры были также поддержаны областным Минздравом. Продолжается вакцинация. Первым компонентом вакцины привиты почти 645 тысяч жителей. Из них более 456 тысяч завершили вакцинацию, получив и второй компонент. Еще более 50 тысяч доз спутника ВИ доставят в регион в ближайшее время. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян сообщил, 66% заболевших сейчас проходят лечение амбулаторно, 34% находятся в госпиталях, при этом из них свыше 80% средней тяжести, а почти 14% – тяжелые пациенты. Более половины больных с коронавирусом и подозрением на него находятся на кислородной поддержке. Свободный коечный фонд – 650 мест. Если он снизится до 400, в течение пяти дней будут развернуты дополнительные койки. Также обсудили систему ввода паспортов коллективной иммунизации для предприятий, получить которые можно, если 60% сотрудников прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. На региональном батале госуслуг подает направление, где указывает перечень своих сотрудников. Дальше поступает в информационную программу и в этой информационной программе происходит валидация, сравнение с федеральным регистром переболевших и с федеральным регистром вакцинированных. И если доля иммунизированных менее 60%, то на региональном портале государственных услуг организация получает отказ в получении паспорта. Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение проанализировать эффективность ограничительных мер, которые вводились в регионе ранее и тех, которые принимают сейчас другие регионы страны, где эпид-обстановка ухудшается. Любой шаг мы должны людям объяснять. По любому шагу принимаем, мы должны быть готовы технологически, организационно, финансово и так далее. Это касается абсолютно всех аспектов этой непростой ситуации, нашей работы. Люди оценили адекватность наших шагов. У нас есть доверие. Может быть, из-за этого и темпы вакцинации повыше. Мы его разрушить не можем. Решение о новых мерах будет принято по итогам следующих заседаний регионального оперативного штаба после проведения аналитической проверки.